правильная техника да она звучит на что у бога просить деньги если он тебе их дает то на что если ты можешь быть проводником если ты можешь взять эти деньги и превратить их во что-то хочешь чтобы было больше энергии разрабатывай видение того зачем ты живешь можно ли как-то понять чего ты хочешь очень многие кстати люди обращаются что у меня нет цели а мне ничего не хочется мне хочется диван доползти книжку почитать телевизор посмотреть каких-то совершений у меня нет на это силы желания вот как вообще с этим работать как правило человек не слышит своих желаний потому что у него забита голова способ восстановления своей хочу хи это аскеза то есть когда человек целенаправленно пытается себя поместить в условия достаточно очень жесткие многие вот есть такой лайфхак очень быстро что-то наподобие вот если ты ничего не хочешь делать вот сядь и не двигайся вот даже глазами не моргай ну не знаю или моргай но и на неделе вообще ниши и вот как-то долго так просидишь и когда возникнет вот это желание почесать нос или еще что-то вот на встаешь и делаешь то что нужно но есть другой способ не загоняя себя в эти рамки дело в том что наша голова напрямую связана с телом есть очень много историй о том как люди вытаскивали себя из депрессии просто за счет спорта тренируйте тело ну найдите способ который вам нравится не знаю велосипед скалолазание плавание фитнес тяжелая атлетика легкая атлетика хоккей футбол баскетбол что угодно но тренируйте не смысле просто занимайтесь этим а пытайтесь достичь в этом каких-то результатов пытайтесь себя в этом продвигать пытайтесь себя совершенствовать в этом состоянии и поначалу вот в этом состоянии у меня нет цели мне ничего не хочется вот заставить себя ну раз мужчик на тренировку сходил когда проснулся на следующий день это то что у него тело все болит он может о нет я больше не пойду но если он преодолеет это хотя бы на уровне тела да окей он не видит зачем ему жить он не знает куда ты себя на уровне тела преодолей просто пару месяцев не пропуская свои занятия просто тренируйся и потом человек почувствует что он уже не может не пойти он уже хочет пойти и вот она первая хочу и вот когда я слушал интервью арнольда шварценеггера который говорил я принципы бодибилдинга применял в кино и в политике я думал как ну все что ты делал это тупо качал железо да как как ты что-то там выходил на съемочную площадку и говорит смотрите как я могу да и 100 килограмм поднимала в политике сейчас я прекрасно понимаю о чем это научивший себя преодолевать в этом он преодолевал себя во всех других областях поэтому надо понять одну простую вещь что желание она естественно но чтобы его из потенциальной энергии превратить кинетическую надо преодолеть себя потому что мне легко свою энергию тратить на какие-то вещи которую я уже трачу питаться неправильно спать целый день в интернете сидеть окей я себя уже научил этому все ты мастер с тобой никто не поспорит ты умеешь это делать а что еще и тут выясняется что вот я ограничен какими-то такими простыми примитивными функциями начни себя вытаскивать и самый легкий способ это вытащить себя через тело потому что когда вкус жизни появляется когда ты даешь вот если с внутренней энергии сейчас более-менее все понятно а внешняя энергия да вот мы говорили что есть два типа что это такое а внешняя энергия это во первых ресурсы то есть надо понимать люди это энергия вообще все снаружи меня является энергией да и и это здание например другой вопрос могу ли я с этим работать но на для большинства людей внешней энергии является эта пища и деньги и люди пищи как нечто такое уже мало кто умеет использовать пищу как энергию в основном пищи используется для получения удовольствий да только там спортсмены как-то понимают как из этого доставать силу а так для большинства людей снаружи на два основных источника энергия это деньги и секс нам поступать сексом я подразумеваю некие связи с людьми например каком-то смысле мы сейчас общаемся и между нами происходит энергообмен тот же самый энергообмен происходит и в момент секса просто он происходит на нижних центрах а у нас сейчас происходит на верхнем центре но принципы это тот же самый и поэтому хорошая беседа может очень хорошенько зарядить и ты это знаешь да когда а ты получат даже когда ты читаешь книгу ты в каком-то смысле занимаешься сексом с книгой, потому что происходит, она проникает внутрь тебя, да, то есть и возникает проникновение энергии. И поэтому мы используем либо деньги, да, как некий ресурс, либо людей, как некий ресурс. Многие люди говорят, ну, мне не надо много денег. Это ведь на самом деле не показывает их истинное желание. Истинное желание, я хочу много денег, потому что много денег хорошо. А почему хорошо? Я могу освободить себя, свою семью от огромного количества потери энергии на работе, на подлизывание задницы начальнику. Я могу в случае, если я сильно устал, быстренько смотаться на море, если у меня есть для этого ресурсы. То есть это хорошо, иметь какой-то избыток. Другой вопрос, люди говорят, а мне много не надо. Мне лишь бы как бы хватало. И вот это чувство стыда. Но если попытаться копнуть дальше, почему люди не могут развить в себе свою способность хотеть? Это связано с тем, что люди просто не знают, куда это деть. Они не знают, зачем им много денег. То есть я имею в виду, вот бизнесмены, они знают. Если посмотреть на самых богатых людей планеты, они все как один говорят, да мне деньги не нужны. Деньги это всего лишь цифры. Это просто показатель того, что я все делаю правильно. Это, я не знаю, это как выхлопные газы у автомобиля. Это просто результат. Это никогда не являлось их целью. У них есть какие-то дальнейшие вещи. То есть чувство стыда, которое у человека возникает, когда его посещает мысль, связано с тем, что я хочу это потребить, но я не могу это превратить в некий поток дальше. Я не могу это отдать дальше. И следовательно, вот это вызывает в нас желание хотеть меньше, чтобы чувствовать себя адекватным. Ну что-то наподобие, ну я бедняк всю жизнь на работе проработал, я весь вот честный, никого не обманул и так далее. Да, мир меня на обочине как бы оставил, но я вот как бы чист перед богом или еще перед кем-то. Хоть перед кем-нибудь. Хоть перед кем-нибудь. Хотя на самом деле я просто не осмелился эволюционировать, не осмелился попытаться сделать этот мир лучше. Если посмотреть, что все, что мы имеем, аппаратуру, на которой мы сейчас записываем, наши смартфоны, наш шести- или восьмичасовой рабочий день, еда на каждом углу, по крайней мере в нашей стране, вообще любой технический прогресс, он именно был принесен людям, которые хотели больше, чем то, что уже было есть, чем то, что уже мир предлагает. Но если конкретно какое-то упражнение, ты вот об этом управлении знаешь, для твоих подписчиков, надо представить, что появился некий меценат, который начинает давать тебе деньги не просто, а вот под что-то. Ты к нему приходишь, ты говоришь, мне надо вот это. И он такой, ну, такой очень щедрый спонсор. И вот вопрос, да, что бы ты делал, если бы в твою жизнь легко шли деньги? Ну, окей, первое, что в голову приходит, ну, я бы сменил квартиру. Я живу на дом, вот у озера. Окей, на, хорошо, у тебя это есть. Что дальше? Ой, я хочу еще недвижимость в других странах. Бери. Что еще? Я хочу свой парк крутых автомобилей. Пожалуйста. Что еще? Я хочу каких-то развлечений. Ну, развлекайся. Что еще? Я хочу попутешествовать. Вот ты уже весь мир объездил. Куда дальше? И если деньги идут, да, а тебе надо вот их во что-то тратить. Ну, вот ты уже все купил для себя, для своей семьи, для своих близких друзей и так далее. Куда дальше? И если задуматься, да, то тогда вот у людей дальше нету. То есть они понимают, что я хочу удовлетворить себя, я хочу наесться. Но когда ты сытый, а у тебя еда еще есть, то тогда ты начинаешь раздумываться, может быть, кому-то еще. И это не вопрос в том, что я начну заниматься благотворительностью и деньги раздавать. А это вопрос в том, что правильная техника, да, она звучит на что у Бога просить деньги. То есть, а Бог не дает тебе чемоданами сверху. Он твой бизнес развивает. Он тебе каких-то интересных партнеров, да, подводит. Ресурсы, да. Да, то есть, и следовательно, если ты просишь у Бога деньги, то есть просто желая, чтобы они у тебя были, ты, по сути дела, просишь это у мира, у Бога. И если он тебе их дает, то на что? Если только на то, чтобы ты ел, только чтобы ты потреблял, то тогда не жди этих ресурсов. Ты как некая черная дыра, в которую все влетает и ничего не вылетает. А если ты можешь быть проводником, если ты можешь взять эти деньги и превратить их во что-то, создать рабочие места, улучшить этот мир, вложиться в какое-то изобретение, которое этот мир изменит. То есть, есть ли у тебя видение, хочешь, чтобы было больше энергии, разрабатывай видение того, зачем ты живешь, с точки зрения давания. Самое интересное, что вот это вот зачем ты живешь, оно же с твоими желаниями связано напрямую, по сути-то, да. Это то, что, как найти свое призвание, я вот сижу, мучаюсь, уже сижу и мучаюсь, да, и что-то не нахожу, сидя на стуле, свое призвание, да. Мне кажется, то, что дарит тебе ощущение счастья, это и есть показатель того, что в принципе ты на том пути всегда будешь. Ну, абсолютно верно, потому что так мы устроены биологически. Например, наш организм выделяет дофамин в очень таких жизненно важных функциях. Например, когда мы выспались и с утра просыпаемся, некое благостное чувство, это на самом деле дофамин внутри тебя. Когда мы наелись, и вот это чувство удовольствия от еды, это тот же самый дофамин. И то же самое, когда мы испытываем оргазм. То есть, тело что говорит? Высыпаться хорошо, питаться хорошо, размножаться хорошо. Я тебя вознаграждаю за то, что ты делаешь правильные вещи. Другой вопрос, что мы можем убедить свое тело вырабатывать гормон счастья на не совсем правильные вещи. Алкоголик, идя в магазин за бутылкой водки, уже испытывает огромные дозы дофамина, что сейчас я получу желаемое. Но это при этом не обозначает, что алкоголь делает тебя счастливым. Но если разобраться, алкоголь является компенсатором чего-то. И если мы найдем это, уберем, человеку не понадобится пить алкоголь. А вот то, что в результате выйдет, может быть чем-то настоящим. То есть, например, человек спился, потому что потерял любимого человека. То есть, любить человека хорошо, и организм тебя вознаграждает. Но когда ты потерял, тебе больно. И вот чтобы ты заново пришел к этому вознаграждению, ты начинаешь пить, например. Поэтому, если разобраться, природа сама нам подсказывает. Потому что смысл жизни в страдании, я считаю, глуп. Потому что, если мы возьмем, что чем больше ты страдаешь, тем больше тебе зачтется там. Ну, как бы я вот в этом смысле, я абсолютно убежден, что человеческое сознание не умирает со смертью тела. Что существует какая-то жизнь после. Человек рожден быть счастливым. Он рожден для счастья. Вообще, вот с этой идеей дать и брать очень хорошо разобрались каббалисты в свое время. Они говорят, вот, если мы просто подумаем о Боге, то Бог, это... Если Он создатель вселенной, создатель жизни, создатель всего, следовательно, Он какой? Он вседающий. Как мы можем что-то дать Ему? Если все, что мы даем, вышло из Него, значит, это уже Ему принадлежит. И Он бесконечно дающий. Он только дающий. Источник. И от чего Он радуется? Он радуется от того, когда кто-то берет его плоды и применяет их. Ну, это то же самое, как если мы приглашаем гостей, наготовили вкуснейшей еды. Они едят, они кайфуют от еды, а мы кайфуем от того, что им нравится. То есть, ты получаешь максимальный кайф от того, когда информация в твоем видеоблоге до кого-то дошла, что-то кого-то изменило. Ты ради этого это сделаешь, а не ради лайков там и количества подписчиков. Это просто вещи взаимосвязаны. Если твой контент кому-то полезен, к нему начинают стягиваться люди. Но самый кайф там мы получаем. И это нас заставляет делать дальше, работать, совершенствовать, искать какие-то новые ходы, не останавливаться. Так вот, принцип в том, что вкус к жизни появляется, когда я начинаю давать. Но чтобы дать, у меня этого должно быть избыток. То есть, я имею в виду, окей, у меня нет избытка денег, я не могу давать деньги. У меня нет избытка здоровья, я не могу давать здоровья. Что у меня вообще есть в избытке? И, например, у меня в избытке время. Я иду к своим друзьям и начинаю свое время отдавать им, освобождая их время. Ну, например, я им уборку по дому делаю, мусор за них выбросил, в магазин за них сходил. Я им это дал. Потому что многие почему-то думают, благотворительность это только вот деньгами. И вот, что за чушь? Благотворительность с деньгами это для миллионеров, для миллиардеров. Потому что у них нет времени на что-то другое. Поэтому вот на тебе миллион, как бы, строй детский сад. И это здорово, и это здорово. Но для нас, для людей, не имеющих ресурсов во внешнем мире много, у нас есть другие ресурсы. И если я их могу дать, могу ли я кого-то вдохновить на что-то? А если я хочу кого-то вдохновить, то я сам-то вдохновлен? И чем я вдохновлен? Я это просто говорю, потому что я это заранее выучил, или я действительно в этом живу? И тогда, когда человек понимает, у меня нет цели, я не знаю, куда двигаться, начинает себя вытаскивать. Пусть он себя вытаскивает через спорт, и вдруг он похудел, мышцы накачал, или еще что-то. Научился бегать больше, избавился от вредной привычки. Он берет и начинает с этим делиться. Даже не то, чтобы он специально это делает. Многие это, конечно, делают специально. Но просто знакомые подходят, слушают, я тебя помню полгода назад, ты 100 кило весил. Ты как, как вообще? И вот тут ты начинаешь давать. Ты понимаешь, что тебе есть кому это дать. И вот тогда появляется смысл. Вот это чувство жажды жизни, это желание быть нужным. Ведь если по Кабале посмотреть, то был Творец изначально, и был только он, и никого кроме него не было. И он был вечно дающий, но никто не брал. Ну, потому что вокруг только он. И он решил создать нечто, чтобы вечно брало. Противоположный полюс, да, из плюса-минус. То есть, и он создал, и каббалисты называют это словом сосуд. Ну, видимо, то, что наливается, да, сохраняется. И вот у Бога идиллия, он вечно дает этому сосуду, а сосуд вечно берет. Но поскольку Бог создал сосуд из самого себя, то у сосуда были функции Бога. Тоже, как давать. У него тоже было желание давать. Не только вечное желание брать, но и давать. И вот тут он попал в просаг. А кому давать, если кроме Бога никого нет? А Богу дать невозможно, так как он имеет все. И этот сосуд испытал чувства, которые каббалисты назвали хлеб стыда. То есть, ему стало стыдно. То есть, он вечно получающий, отдать-то никому не может. И тогда он сократился внутри себя, создал некий вакуум, куда свет Бога не проникал. И разлетелся на множество кусочков. И эти кусочки сотворили материальную вселенную. Потому что ему надо было давать куда-то. То есть, он как бы мир внутри себя открыл. И он дает. И здесь то же самое. Чтобы мне что-то дать, я, во-первых, должен чувствовать, что это кому-то надо. Но когда у меня какой-то избыток есть, реально, я всегда вижу. Да, вот им нужно. В противном случае, вот это состояние нету цели, нет желания. Это состояние хлеба стыда. Мне стыдно, что я никому ничего не могу дать. Блин, накопи что-то. Сделай что-то. Присмотрись. Простая практика. Выйди на улицы и смотри на людей. Сядь в кафешку с какими-то панорамными окнами. И смотри на проходжих. И просто думай, что этим людям нужно. Ты увидишь, что полному человеку нужно похудеть. Голодному нужно есть. Бедному нужны деньги. Богатому нужны новые партнеры. Всем людям что-то нужно. Это наша природа. Мы созданы из этого сосуда. Мы созданы вечно просящие у Бога. Нам вечно чего-то не хватает. Но когда мы это получаем, мы испытываем стыд. Надо это давать. Поэтому тот, кто берет и дает, и превращается не из поглотителя, а в проводника. Вот секрет успеха. Мне кажется, очень большой источник человеческих несчастья в том, что человек не видит себя как источник энергии, всех благ, всех даров, всего необходимого. Он видит себя как некое хранилище, которое надо наполнить. И вот он идет по миру с протянутой рукой. Я хочу любви. Значит, он думает, я сейчас пойду. Найду мужчину. И выбью из него ту самую любовь, которая мне нужна. Или я хочу денег. Я сейчас пойду, найду инвестора, работодателя. И выбью. То есть он не осознает себя как творца, как источник того, что ему нужно. Он себя осознает как черную дыру, которая ходит и попрошайничает. Попрошайничает, дайте любви, дайте того, дайте сего. Вот как-то люди... И, кстати говоря, когда ведь люди неэнергетичны, им самим не хватает энергии, они начинают из других подсасывать. Вот к феномену энергетического вампиризма. А как можно работать с энергетическими вампирами? А как можно работать с энергетическими вампирами?